Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Мы расскажем о том, что интересного произошло в городе и не только. Смотрите сегодня выпуски. Переправа по воде. Жители Крауновки передвигаются на лодках. Финансовый спор. Проблема с управляющей компанией. Контрабанда на границе. Иностранец вез жир лягушки. День рождения. Праздник танцевального коллектива. Сдать норматив. Турнир по городочному спорту. Литературный стендап. Разговор о книгах в новом жанре. Новая славда из Шмаковки. Идеально для малышей. Дождь нарушил привычную жизнь села. Автомобильное сообщение прекращено с Крауновкой. Выбраться в город жители могут только при помощи сотрудников МЧС. На месте дежурят спасатели, которые на лодке перевозят людей и грузы с одного берега на другой. Жители Крауновки вновь сменили автомобили на плавсредства. Из-за проливного дождя воды в местной речке сильно прибавилось. Переправу затопило. Село оказалось отрезанным от большой земли. Добраться с одного берега на другой можно только на лодке спасателей. МЧС работает здесь с утра. Большогрузные машины есть в проезд, но мы их не пускаем, чтобы не случилась чрезвычайная ситуация. Переправляем людей лодочной переправой. Дети все пошли в школу, люди пошли на работу. Значит, перевезлись люди, не опаздывали. Вот только что перевезли людей в аэропорт. Потопы в Крауновке начались четыре года назад, когда сильный тайфун Гони смыл мост через реку. Строители возвели временную переправу, которая выполняет свою функцию в сухой период, а во время паводка уходит под воду. Когда река возвращается в свои границы, движения запускают вновь. Жители уже привыкли к таким чрезвычайным ситуациям, потому и в этот раз приняли меры предосторожности. Машину мы все перегнали еще вчера, так что уже оно ощутимо. Смотрели за речкой, конечно. Пацаны в яточке воткнули уже, считая час-десять сантиметров, час-десять сантиметров. А сейчас еще больше. Вот в шесть часов мы сюда приезжали, с той стороны воды вообще не было. И вот сейчас за ту сторону перепошла вода. И еще сильнее будет вода. А вот сотрудники Примавтодора, которые строят новый капитальный мост, удивились таким последствиям от весеннего дождя. До того, как вода в реке начала прибывать, специалисты успели поднять дорогостоящее оборудование и перевезти с противоположного берега электростанцию. Несколько опор, на которых велись работы, сейчас полностью под водой. То, что они затоплены, в принципе, не сильно повлияет на дальнейшее производство работы. Единственное, что в любом случае это задержит стройку на определенный период времени, потому что необходимо будет до них добраться, откачать воду, высушить, вычистить от грязи. Материальных убытков строители не понесли, но во времени здорово потеряли. Сдача объекта запланирована на конец 2018 года, но в связи с природными катаклизмами сроки, скорее всего, сдвинутся. Пока вода в реке не спадет, специалисты будут вести работы на берегу, а жители добираться до большой земли на моторках. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс. Финансовый спор длиною в полгода. К нам в редакцию обратились телезрители с просьбой помочь разрешить проблему. Спор возник между управляющей компанией, любимый город и индивидуальным предпринимателем Михайловым. Последний провел ремонтные работы, но деньги от заказчика так и не получил. В проблеме разбиралась Ольга Муравьева. Идеально ровная, как на картинке. Руслан Михайлов показывает результат своего труда. В прошлом году его компания работала на доме по Кушнера-9. Заделывали межпанельные швы. Работы, согласно договору, выполнили в полном объеме и в срок. Работы сделаны и жильцы, которым делали, вернее, квартиры, которые раньше жаловались, что у них там что-то не в порядке, воздух проходит. Сейчас этого нет. Я выходила к людям в квартиры, они сказали, что там все нормально у них. Жильцы довольны, а вот сам подрядчик оказался в проигрышной ситуации. Еще до начала работ управляющая компания провела небольшую предоплату. Окончательная сумма должна была составить 307 тысяч рублей. Но от финала работ до финального платежа прошло уже больше полугода. А денег как не было, так и нет. Так сказать, нарвался. Все бывает в первый раз. Работал с компанией «Любимый город». Сработали, сделали швы, закрыли актами. И, в общем, денег нет уже как полгода. Без объяснений причины. Просто нет. Ждите, ждите, ждите. А ждать уже куда? Как говорит Руслан Михайлов, сначала кормили завтраками. А со временем просто перестали отвечать на телефонные звонки. Но самое интересное в этой ситуации, что со счета дома деньги за ремонт межпанельных швов были обналичены. Работы оценены в 368 тысяч рублей. При разговоре с председателем домового комитета узнал о том, что мало того, что ему не оплатила данная компания, но плюс ко всему еще со счета дома была снята сумма в большем объеме, чем, в принципе, данная компания должна была ему. Прокомментировать ситуацию на камеру директор управляющей компании «Любимый город» отказался. У подрядчика последняя надежда на суд, куда он намерен обратиться в ближайшее время. А жители дома всерьез встревожены, ведь они снова запланировали большой объем ремонтных работ на лето. И им совсем не хочется оказаться без вины виноватыми, как получилось в данной ситуации. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Жир лягушек пытался вывезти из России гражданин Китая. У контрабандиста обнаружили 3 килограмма запрещенного товара. Преступника задержали на посту Полтавка. Сперва таможенников привлекла неестественно сидящая на китайце одежда, а затем служебная собака подтвердила подозрения, учуяла неладные. При досмотре с туриста сняли 6 пакетов с жиром лягушек, общим весом 3 килограмма. По подсчетам специалистов, на эту партию было уничтожено около полутора тысяч земноводных. Товар направлен на экспертизу. Известно, что в КНР жир лягушки используют в медицине и косметологии. В Уссурийском агропромышленном колледже прошел смотр «Песни и строя». Это одна из номинаций конкурса «Мы правнуки победы», который собрал участников со всего края. Приурочено событие ко Дню Победы. По порядку рассчитай. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Расчет окончен. Конкурс «Мы правнуки победы» проводится второй год. В прошлый раз среди участников были лишь ученики Уссурийского агропромышленного колледжа. Теперь соревнования выросли до краевых и становятся традиционными. Мы заявили в совет директоров, что у нас есть такое мероприятие интересное, патриотического характера. И совет директоров ставил в план работы, и рассылку делали уже они сами. Рассылка до приморских учебных заведений дошла, и нашлось немало участников. Но именно в номинации «Смотр песни» и «Строе» участвовали лишь студенты колледжа-организатора. В большинстве команд преобладали девушки. Отряд! Одну сиренку строй! Один из отрядов сплотился из будущих поваров, ветеринаров и агрономов. На подготовку ушло четыре дня. Коллектив во главе с Ариной Лубиной маршировал не хуже мужских команд, но без промахов не обошлось. Да, и я в конце сказала, типа, командир отряда Арина, и все. И ушла, там надо было фамилию имя назвать. То, что повернулись неправильно, и там мне сказали, что шагали немного. Ну, а так, в принципе, нормально все. Пели громко, девиз тоже крикнули громко, такие все боевые. Я их успокаивала, мы когда стояли, говорю, мы самые лучшие, даже если вы, ну, там, глажанули, это нормально. Судьи – люди подготовленные. В основном, бывшие военные. Вердикт решили сразу не оглашать. Итоги будут известны только на галоконцерте, где соберутся участники всех номинаций. Помимо вокальных, танцевальных и театральных категорий, добавятся еще афиши и стен газеты. Галоконцерт будет 7-го числа, но мы решили, что это будет изюминка, где будут подведены итоги, будут награждены победители. Вот, и решили, что это вот интрига должна быть. В следующий раз конкурс ждут изменения. Во-первых, будут введены возрастные категории. Во-вторых, расширится состав судейской коллегии. Илья Аманатов, Алексей Шаповалов, Телемикс Дети на страже огня. Семь детских садов у сурийского округа сошлись в борьбе за знания правил поведения при пожаре. Ежегодная викторина «Дошкалят» состоялась на базе 10-го детского сада. Знания детворы оценила и наша съемочная группа. Пусть мы маленько, волосы, только мы здесь не выйдем. Мы всегда готовы, можем помогать, поебес огнем. Совсем еще юные, но очень эрудированные малыши. Семь команд от детских садов у сурийского округа добрались до финальной викторины по противопожарной безопасности. До этого дня испытания прошли во всех дошкольных учреждениях города. Самые подкованные теперь борются за звание сильнейшего. У нас есть отборочный этап, который проходил на базе нашего детского сада. Наши дети были подготовлены, и наши дети взяли первое место и приехали сюда. А так конкурс проходит ежегодно, и мы участвуем по мере возможности. По пять испытаний предстоит преодолеть команда. И в каждом конкурсе только противопожарная тематика. Это детвора знает все. Средства пожаротушения, правила поведения с огнем, номера экстренных служб. В случае необходимости и первую помощь смогут оказать. Если что-то загорелось, надо звонить 0-1. И если же, ну, надо взять тряпку какую-нибудь и намочить ее, и закрыть рот и нос. Когда пожар, надо не прятаться, а звонить по телефону 0-1 или 101. И если темнота, то ты просто берешь телефон, и этот телефон можно нащупать в темноте. С переменным успехом лидировали то одни, то другие. Радостный смех приходил на смену слезам обиды. Поединок выдался непростой, признают члены жюри. Но и тема встречи сложная. Ведь в ситуации, связанной с огнем, не каждый взрослый способен правильно себя вести, не говоря уже о детях. Поэтому в садах нашего города детвору обучают правилам поведения при пожаре с ранних лет. Здесь именно подготовительные группы, то есть они в этом году уже пойдут, эти дети, в школу. А в возрасте, ну, со среднего возраста уже все равно детям прививаются вот эти правила пожарной безопасности, потому что в быту и дома это все всегда пригодится. По итогам всех испытаний судьи выбрали трех сильнейших. На третьем месте 129-й детский сад. Вторые дети из 17-го дошкольного учреждения. Лидерами единогласно признаны огнеборцы из 7-го детского сада. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. День рождения. Праздник танцевального коллектива. Сдать норматив. Турнир по городочному спорту. Литературный стендап. Разговор о книгах в новом жанре. Спешите! Ярмарка «Дары Беларуси» завершает работу 6-го мая. Скидки до 50% на все. Дом армии 2-й этаж. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Ежегодный отчетный концерт танцевального коллектива «Акварель» состоялся в Центре культуры и досуга «Искра». На сцену вышли все участники – малыши, взрослые и даже хореографы. Поток зрителей не прекращается. Все спешат успеть к началу выступления. В Центре культуры «Искра» вот-вот начнется отчетный концерт танцевального коллектива «Акварель». Повод – день рождения. Но не участника и не руководителя, а целого коллектива. Танец маленьких поварят, букашек, танец живота, хип-хоп, лесгинка и русский народный танец. На сцене есть все, чтобы впечатлить искушенного зрителя. Хореографы не стоят в стороне. Танцуют вместе с воспитанниками. Александра Кондранина выступает не только в коллективе, но и сольно. Ее танец – монолог, поставлен по рассказу Антона Павловича Чехова «Человек в футляре». Не было даже раздумий насчет профессии. Я всегда знала, кем я хочу стать. Хочу работать с детьми, хочу вообще танцевать сама. Это мне на всю жизнь. Элла Лазурская – тоже хореограф. Однако продолжает танцевать на сцене с ребятами. Позиции не сдает. Уже 13 лет Элла отдала танцевальному коллективу «Акварель». Я вот как зашла, если так можно сказать, на сцену случайно. Вот еще лет 12 назад, 13 сколько. Случайно вообще совершенно. И как дома. И вот до сих пор где-то даже стоишь перед каким-то концертом, конкурсом, за кулисами вот так вот трясешься. Выходишь на сцену, забываешь вообще обо всем. Уже 10 лет занимается танцами Лина Клюшенкова. Последние три года танцует в первой линии. Перед выходом на сцену всегда волнуется. Но знает, из зала на нее смотрят педагоги. Тут уж не оплошаешь. Когда наши хореографы не танцуют с нами, то они, бывает, нас поддерживают в зала, нам кричат молодцы, давайте. Нам это очень помогает. Громкий стук каблучков наполняет зал. На вопрос, не проломится ли пол, танцоры смеются и отшучиваются. Все может быть. Впереди у «Акварели» много работы, новые номера и очередные концерты. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс. Клещи атакуют. В Приморье отмечают небывалую активность этих кровососущих. Лучший способ защиты от нападения – отказ от лесных прогулок. Существует еще один способ позаботиться о своем здоровье – застраховаться на случай укуса клеща. Все подробности в рубрике «Телеконсультант». Я слышала, что существует страховка от укуса клеща. Подскажите, какие случаи она покрывает и что гарантирует? Да, действительно, у нас есть такая уникальная страховка, называется «Стоп-клещ». Конечно же, мы не гарантируем и не защищаем от укуса клеща. Но в случае, если клещ все-таки укусил, наша компания организует полный комплекс медицинских услуг. То есть, начиная от извлечения клеща, далее мы отправляем его на лабораторное исследование, чтобы проверить, есть ли какие-то возбудители. И обязательно проводим экстренную иммунизацию. Если вдруг окажется, что клиент все-таки заболел, это может быть клещевой энцефалит или боррелиоз, то, соответственно, мы клиента направляем на стационарное лечение, полностью оплачиваем его проживание в клинике. Все медицинские предписания, что делают весь комплекс медицинских процедур, то есть даже медикаменты. Наш клиент находится на обследовании в течение 3-6 месяцев, что позволяет полностью вылечиться и чувствовать себя хорошо. Если клиенту требуются восстановительные или реабилитационные процедуры, также наш клиент находится на обследовании. Годовое покрытие 500 тысяч. На самом деле, если человек заболевает и хочет вылечиться, нужны именно такие суммы. Это очень дорогостоящее лечение. Наш клиент получает все лечение бесплатно. Такая страховка на год стоит взрослый человек 350 рублей, ребенок 250. Трехдневный турнир по городочному спорту прошел в Уссурейске. Чемпионат края собрал 7 команд со всего Приморья. На соревнованиях можно было выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Кто из уссурийцев оказался достоин звания КМСа, расскажет Ирина Мигунова. Точный глаз и верная рука. Таким набором качеств должен обладать городошник. В Уссурейск приехали самые крепкие и стойкие мастера городошного спорта Приморья. Ведь в нашем городе находится единственная сертифицированная площадка в крае. Проводить первенство региона больше негде. Этот квадрат называется городом. Деревянные чурочки в виде цилиндров – городками. Выбить все городки из города за минимальное количество попыток и есть цель соревнований. Вот только фигуры могут быть разными. Простыми, такие как колодец, пушка, звезда, ракетка. Или сложными, например, письмо. Письмо выбивается в лучшем случае с двух бит. С двух. С одной не выбивается. А раньше, в советские времена, его выбивали с трех бит. То есть нужно было сначала распечатать, марку выбить, а потом уже борта. А сейчас можно непроизвольно выбивать, можно с двух бит забрать. Состав участников опытный. 15 мастеров спорта СССР, несколько КМСов, разрядников. За три дня каждый должен выбить по 90 фигур. Только вот молодежи среди спортсменов не видно. Самый младший – 43-летний Павел Адамский. Конкуренты очень серьезные, заслуженные мастера. Ну, в своих силах я уверен. Они никогда не покидали. Будем лучше надеяться. План по омоложению городошного спорта у федерации есть. О возрождении прикладного вида, который отлично развивает меткость и бросковую технику, побеспокоились в Москве. Министерство обороны включило городошный спорт в образование кадетских корпусов и суворовских училищах. Кстати, здесь, в Уссурийске, именно непосредственно много суворовцев приводят специально на городошную площадку. Здесь специальный тренер с ними занимается. В итоге норматив кандидатов в мастера спорта выполнили трое спортсменов, среди которых уссуриец Юрий Хан. А первое общекомандное место увезли городошники Большого Камня. Второе отправилось в Находку. И третье – в Лесозаводск. Открытый турнир по волейболу среди школьников прошел в Уссурийске. Наш город принял спортсменов со всего Приморья. Юноши и девушки 13 и 15 лет два дня трудились в зале под сеткой, чтобы стать лучшими в крае. Зал Агропромышленного колледжа стал площадкой соревнований для юных спортсменов. Открытый турнир по волейболу среди школьников объединил больше 20 команд края. Команда «Уссурочка» встретилась с серьезным соперником из столицы региона командой «Русич». Владивостокские спортсменки сразу взяли игровую инициативу в свои руки. У нас команда достаточно сыгранная, поэтому мы обыгрываемся постоянно. Поэтому нам было легче играть, чем с другими командами. Уссуриские спортсменки заметно волновались. Часто недоставало паса или решающего удара. Как отметили после встречи сами волейболистки, команде не хватило сыгранности. Итог – победа гостей из Владивостока. Все не могли подать подачи. Просто все торопились и боялись игрока. А надо было выходить на поле, не бояться игрока, нападать, давать пасы и подавать подачи. Подача – это уже 90% успеха. Самая многочисленная группа участников – девушки 2005 года рождения. 11 команд боролись за выход в финальную стадию. В четверке лучших удалось оказаться и уссурийским спортсменкам. Коллектив «Уссури» со второго места под группу вышел в финал. «Уссури» – это сборная Уссурийского 2005 года, поэтому для нас эти соревнования важны, так как от этого будут зависеть следующие наши выезды. Как поддерживаете друг друга на площадке? Ну, всякими криками, также замену нас очень сильно поддерживают. И наш любимый город Уссурийский, ребята, которые тоже принимают участие. Однако в решающих играх партии Уссурий складывались менее удачно, чем в групповых. В итоге наши спортсменки – четвертые. Золото взял Владивостокский Русич. Стать лучшими смогли наши волейболистки из команды «Уссурочка-2003». Среди юношей отличилась местная команда «Вектор-2003». «Уссурочка-2003». Парни – серебряные призеры турнира. Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Дело приморских партизан пересмотрели. Обвиняемым грозит от 8 до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынес Приморский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных. Как сообщают РИА Новости, родные и тех, кто пострадал от рук подозреваемых, довольны новым приговором. А вот адвокаты обвиняемых настроены обжаловать решение суда. Напомним, банда приморских партизан запомнилась россиянам после серии громких убийств. На счету подозреваемых также грабежи, угоны автомобилей, налеты на отделение милиции. Задержали мужчин в Уссуриске в 2010 году. В ходе захвата партизаны отстреливались. Два милиционера были ранены, а два участника группировки покончили с собой. Дело приморских партизан уже трижды рассмотрели в суде. Четыре года назад всех участников признали виновными. Через два года решение пересмотрели и по воле присяжных подозреваемых оправдали. Позже приговор отменили. Новое рассмотрение дела началось в конце июня 2017-го. Мы говорим о книгах так, как никто о них сегодня не говорит. Шоу литературных стендапов «Кот Бродского» впервые прошло в нашем городе. В арт-кафе «Сова» состоялся первый мастер-класс. На месте побывала и наша съемочная группа. Книга – это повод поговорить. Именно это приехали доказать ребята из «Кота Бродского». Это шоу литературных стендапов, которое зародилось в 2016 году во Владивостоке и уже успело получить там широкую известность. Теперь необычный коллектив приехал покорять Уссуриск. Кто-то в ванной любит читать, кто-то в кровати, кто-то по пути на работу, кто-то может там перечитывать одну и ту же книгу из года в год, раз от раза. Идея шоу «Кота Бродского» пришла Ольге Арестовой еще в детстве. В своем дворе она была единственным читающим ребенком. Все дети во дворе не читали книги, меня это очень сильно огорчало. И я просто пересказывала им все книги, которые я читала. Мы собирались в кружок, и я просто садилась и два часа пересказывала книгу прям поэтапно. Математика «Кота» очень проста. Четыре участника, четыре книги, три судьи и один ведущий. Суть проекта состоит в том, что любой желающий может выйти на сцену и в форме стендапа рассказать о любимой книге. Главное – заинтересовать зал. Число желающих принять участие регулярно растет. Когда мы начинали, я своих друзей мотивировала. Типа, ребята, давайте, это классно, ну давайте попробуем. А сегодня у нас целая очередь уже стоит. Зал не упускает случая, чтобы задать вопросы. На сцене – Иван Кумец. Парень не только рассказывает о книгах и помогает с организацией. Он подсказывает новичкам, как совладать с эмоциями и держаться на сцене уверенно. Любому человеку стоит читать, хотя бы для того, чтобы у него в голове было банально больше мыслей. Чем больше ты думаешь, тем, скажем так, лучше ты принимаешь людей вокруг себя, ты способен импатировать и прочувствовать их. И в итоге тебя слушают, тебя начинают как-то больше уважать, видимо, я не знаю. Читать – это модно, утверждают катабродовцы. И зрители их поддерживают. Ну это помогает мотивировать людей продолжать читать, развивать литературную культуру. А читать люди должны, чтобы пополнять свой словарный запас, свои познания. Просто, знаете, такое заведение, такие встречи, завлекает многих людей тоже читать. Это был всего лишь мастер-класс. Настоящее мероприятие пройдет в арт-кафе «Сават» 25 мая. Там новоиспеченные участники расскажут о случайно выбранных книгах и будут оценены справедливыми судьями. Лучший участник поедет представлять наш город во Владивосток. Елена Карпенко, Алексей Шиповалов, Телемикс. Марафонский заплыв через Амурский залив состоится 13 июня. Событие посвящено 80-летию Приморского края. Организатор – Федерация подводного спорта. К проведению гонки присоединится и земля леопарда. На полуострове Песчаном, недалеко от заповедника, состоится старт. Принять участие смогут спортсмены от 16 лет с определенной подготовкой. Плыть придется 12 километров до водоспортивной станции ЦСКА на городской набережной Владивостока. Будет и второй маршрут расстоянием в один километр. Участники смогут использовать специальное снаряжение – ласты, маску, дыхательную трубку, гидрогостюм и другое. Организаторы обеспечат пловцов едой и водой на всей дистанции. Каждому выделят индивидуальный маркерный бой с поясным креплением, сигнальный свисток и яркую шапочку. Каждый спортсмен будет под пристальным вниманием сотрудников МЧС. Для безопасности задействуют 25 катеров. Тот, кто преодолеет дистанцию, получит памятный значок – покоритель Амурского залива. Абсолютного победителя наградят призом в 30 тысяч рублей. Всех спортсменов ждут памятные медали. На этом пока все. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале.